сейчас я держу в руках лапку существование которое возможно не все знают эта лапка называется лапка для вязаных изделий почему именно для вязаных почему такая лапка давайте рассмотрим ее конфигурацию мне кстати частенько задают вопрос у вас только лапа как вам них не путаетесь и как вы понимаете какая для чего здесь я часто отшучиваюсь и говорю что голова нужна не только для того чтобы есть если посмотреть на эту лапку со всех сторон внимательно мы можем увидеть что правый край у нее более высокий если мы эту лапку установим на ровную поверхность вы можете видеть что правый край лапки стоит на поверхности тогда как левый край лапки более высокий и вообще на нее не упирается давайте при помощи этой лапки стачаем две части вязаных полотен устанавливаем лапку вот таким образом чтобы ее правый край располагался не на вязаные ткани выберем подходящую для трикотажа строчку так мы устанавливаем лапку подводим вязаные полотно под лапку и начинаем шить правый край который устойчиво стоит не опираясь на более пухлую вязаную ткань позволяет прокладывать ровную строчку практически вы можете видеть в край не позволяя вязаному полотну уходить вправо и так посмотрите мы получили тонкую тонкую строчку на вязаном полотне практически в крае кроме того вы можете видеть что мое вязаное полотно было вообще обрезано мы получили тончайший совершенно тончайший шов еще раз обращаю ваше внимание на то что полотно было мало того что срезано еще и уложено в поперечном направлении то есть мы не шили в продольно что было бы значительно легче если вы вяжете или любите использовать вязаные ткани которые сейчас в широком ассортименте продаются в магазинах тканей я бы обязательно приобрела бы такую лапку ну собственно что я и сделала но нужна или не нужна вам решать конечно же только вам и так это лапка для вязаных изделий